В одном углу этого нерадостного треугольника находился заброшенный и облюбованный асоциалами бывший детский сад, который местные жители старались обойти стороной. Но обойти было не так уж просто. На улице Котка длительное время не работала ливневая канализация, а это становилось причиной огромных луж, которые затрудняли как при движении по тротуарам местных жителей, так и машин. Ситуация временами была катастрофической, дорога была больше похожа на реку. Если добавить к этому еще и неработающий рынок, который занимал третий угол этого злосчастного треугольника, то понятно, почему властями были приложены все силы для решения всех этих проблем, которые накапливались здесь годами. За это время, можно сказать, что мы привели в порядок, как решив проблему по адресу Спорде 3А, где детский садик к сегодняшнему дню снесен. Также улица Котка от Нымета до Тихоса получила совершенно новое дорожное покрытие. Исчезли здесь лужи, которые здесь были. Также появились тротуары, упорядоченные парковкой. В общем-то, весь район приобрел уже, можно сказать, новый вид. Полмиллиона евро, а именно в такие огромные по нашим масштабам деньги обошлась ликвидация отечественных Бермуд. Сумма немалая, но тянуть больше было нельзя. Улицу могло просто размыть. Да и просто уже неудобно было перед жителями района, терпевшими все эти трудности, не один год в ожидании серьезных вложений. А косметическим ремонтом тут было не обойтись. Раньше же тоже были, и все обещали. Но этот раз просто он сделал. Исчез Кристина и рынок, который не отвечал облику района. Управа Кристины провела опрос среди жителей района, в котором приняли участие около 300 человек. Большинство из которых выразили желание на месте бывшего рынка увидеть зеленую зону. И, наконец, в планах появление на этом месте стационарной елки, которая будет там появляться впоследствии ежегодно. Ведь Кристина был, пожалуй, единственным районом города, где не устанавливали лесную красавицу. Это будет елка, которая будет высотой 12 метров. И мы также в этом году очень много затратили денег на ее освещение. То есть, в сумме порядка 2000 евро было потрачено на только гирлянды, которые будут на этой елке. Так что уверен, что жители района Кристина, несомненно, порадуются, увидев эту прекрасную красавицу, которая там появится уже буквально через неделю. Похожие визитные карточки Кристины становятся приведение в порядок заброшенных ранее территорий. Эту инициативу неплохо бы подхватить и другим районам столицы. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.